Всем привет, с вами Андрей Вар, сегодня снова Бумбич, сегодня будем выносить Хаммермана Пятничного и будем выносить его необычно. На своем страничанском по Brawl Stars, который я проводил буквально там часа три назад на другом канале, если кто не подписан, обязательно подписывайтесь, там проходят стримы именно по Brawl Stars. Я говорил, что на моем аккаунте не получилось вынести, потому что я просто тупо зафейлил. Но я такой после стрима потом сижу и такой, блин, так у меня же есть другие аккаунты по Бумбич, которые я продаю и соответственно на которых я могу поиграть и на которых могу реально пройти красиво, учесть все свои ошибки и красиво пройти сегодняшнего Хаммермана, не высаживая ни одного солдатика, ни одну базуку и ни одного танка, вообще никого не высаживая, кроме Доктора Кавана. Да, именно так мы с помощью Доктора Кавана и его второго дыхания, его третьей способности будем сносить абсолютно все семь стадий имитации. Я уже когда-то похожее что-то снимал, плюс я видел и другие ютуберы что-то похожее снимали, но, например, не получалось все семь стадий пройти. Не каждый раз, я соглашусь, не каждый раз получится у вас пройти абсолютно все семь стадий, потому что иногда бывают, ну, прям очень жесткие имитации. Но сегодняшнюю имитацию, если у вас есть способность Доктора Кавана вкачана на 4, если у вас есть солдатики вкачанные на максимум, у вас 100% вот по аналогии с моими атаками получится пройти сегодняшнего Хаммерма. Если вдруг вы сомневаетесь или вдруг не уверены, так ли вы пойдете, пройдете ли вы, смотрите данный видос, я вам все прекрасно покажу, как можно проходить. Для того, чтобы пройти эту имитацию, я запылил одну статую на канонерку, одну статую на ХП, и здесь нету вообще, здесь нет ни одного, вдумайтесь, здесь ни одного шедевра нет на атаку. То есть, поэтому мне пришло запылить два хранителя на атаку. То есть, аккаунт не рассчитан на атаку, и даже этим аккаунтом я реально очень легко буду проходить сегодняшнего Хаммермана. Две уже стадии, две позади, пока я здесь болтал, пока я входил, уже две стадии позади. Теперь переходим к третьей. Третьей я никуда не поведу, вы во вторую видели, то есть вторую можно было вести, можно было не вести, я просто поэкспериментировал, вспомнил, как это вводится, чтобы все четко было, чтобы прошло без сучка, без задоринки. Но третью просто в лоб, то есть солдатики максимального левела. Каван их очень много вызывает, ну серьезно, их очень много, согласитесь. Здесь здания дефа, ну какие-то есть, но они еще не представляют никакой угрозы для моих солдатиков. Будет шестая стадия, будет седьмая, вот на ней уже и подумаем, как же так интереснее пройти, чтобы действительно получилось пройти. Так, следующая, четвертая стадия имитации. Что могу сказать, что сносить надо? Сносить обязательно к сносу ракетной установки, то есть ракетные установки будут больно демажить. Да, здесь еще четвертая стадия, они еще сносные, то есть бьют больно, но терпимо. Буду бить аккуратно, но сильно. Грубо говоря. Но когда будет шестая и седьмая стадии, они действительно там будут очень больно бить и их первыми для сноса. Шоковые установки, ракетные установки, это те здания, которые действительно будут демажить по моим солдатикам. И точно так же, если вы рискнете проходить таким же миксом, таким же вот, таким составчиком, то вы тоже обязательно сносите эти здания. Так, четвертая стадия, что мы пошли по правой стороне, здесь очень много солдатиков. Я еще пытался и думал, что может еще получится один раз расплодить их. Ну, то есть 58 зарядок, а на нерке надо. Но нет, уже я понял, что не получится. Я такой, ладно, все, с правой стороны группируемся. Самый главный плюс, знаете, такой тактика, это то, что я никого не теряю, я могу нон-стоп атаковать. Самое главное, чтобы у меня было золото, просто чтобы нажать в атаку. Все, мне не надо никого возрождать, мне не надо ждать, пока все мои войска восстановятся. Нет, доктор Каванг, наверное, восстанавливается, даже если умрет, и, соответственно, можно идти в следующую атаку. Смотрите, здесь уже вот подведу их под дымом, поведу, поведу моих солдатиков под дымом. Для того, чтобы их вести под дымом, потому что доктор Каванг на фитиль не бегает, он не такой. Надо возле берега на самой-самой высадке расплодить одну лодочку. То есть нажать один раз на способность доктора Кавана, чтобы он вызвал самую первую гроздь этих солдатиков. После этого солдатики побегут на ваш фитиль, а доктор Каван уже побежит за вашими солдатиками. Вот такая, да, комбинация, чтобы достичь нужного, действительно, нужно именно так сделать. То есть сразу высадить доктора Кавана, потом один раз нажать на его способность, чтобы появились первые солдатики. Потом бросить фитиль, ну или примерно одинаково. И, соответственно, все это дело, пока они будут бежать, пока солдатики, пока за ними доктор Каванг накрывают дымом. И они доходят в самый-самый конец карты, где нет совершенно никаких защитных сооружений. И солдатики здесь развлекаются на беззащитных резиденциях, на беззащитных складах. И, соответственно, набирают мне еще больше заряда канонерки, чтобы я еще больше вызывал этих же солдатиков. И плюс за этот же заряд канонерки я могу подчищать базу от ракетниц, от шоковых. И плюс набивать дополнительный заряд, чтобы, ну вот, бросать шок, например, на эту шоковую установку. То есть она единственное здание, более-менее, которое бы сейчас могло хоть как-то бы дымашить моих солдатиков. Все остальное, ну, ну просто ничего, ничего не может сделать. Собственно говоря, и таким чудеснейшим образом мы проходим пятую стадию. На самом деле, смотрите, шестая точно так же. Здесь с высадки, это без вариантов. Если просто идти в лоб, ну вы точно сфейлитесь. Надо обязательно, как я и объяснял, надо обязательно идти в самый-самый конец карты. То есть эта имитация именно построена таким образом, что надо идти в самый конец карты. Здесь не смучайтесь, если ваших солдатиков будут немножко дымашить. Это даже лучше, потому что Доктор Каван тогда от них отставать не будет. А если солдатики будут постоянно бежать фуловыми, если вы будете очень плотно бросать дым, Доктор Каван от них будет отставать. А так он будет прям в тонусе держаться и прям по пятам следовать за моими солдатиками. После этого, как я уже еще раз советовал, то есть не просто так я даю советы, я сношу ракетную установку и сношу шоковую установку. В самом конце, видите, остается еще шоковая установка, роковая пушка и ракетную установку. Вот ракетную установку я еще потом снесу, когда набью еще дополнительного заряда канонерки. А вот эту шоковую установку и роковую пушку я даже трогать не буду. То есть они пуст стоят, я их буду шокать. То есть я набью дополнительно для того, чтобы их подшокать дополнительный заряд канонерки. И просто их буду шокать. На этой базе, как я еще раз говорил, если бы вы пошли в лоб, ну 99%, то есть я не экспериментировал, но мне кажется, что 99% здесь нафейлили бы. Потому что, ну, солдатиков все-таки не 208, их все-таки не тьма, все-таки они ограниченное количество. Плюс уже больше, чем вот сейчас у меня есть этих солдатиков, я просто тупо не призову. То есть 58 заряда надо канонерки для следующей порции солдатиков, но это очень много. Их просто эти 58 заряда канонерки, ну негде набить. Здесь я косичнул, вот просто маленький мой косяк. Я первый шок бросил не на шоковую установку, а вниз на пушку. Я не знаю, что со мной случилось. И это прям вот просто практически фатальная была ошибка. За счет того, что на этом аккаунте очень мало атаки, солдатики бьют очень медленно. А тут уже проснулась и роковая пушка. Проснулась и шоковая установка, и они уже начали моих дымажить. Солдатики говорят, йоу, чуточку, еще бы 3-5 секунд, и все, было бы все. И на седьмую стадию, на седьмую вот эту, на седьмую имитацию, мне осталось 2 атаки. Если вы проходили, как и я, все за одну атаку, у вас точно так же на седьмую стадию должно было остаться именно 2 атаки. И здесь все по накатанной схеме. Ничего не придумываю, ничего не изобретаю. Ракетные установки, шоковые установки. Вот те здания, которые и надо сносить. Снова вызываю сразу доктора Кавана, вызываю этих солдатиков с помощью способности. И дальше аккуратненько под дымом веду на самый верх. Потому что на самом верху, снова с правой стороны, здесь имитация просто один в один, все стадии. С правой стороны находятся склады, резиденции, те здания, на которых я могу набить дополнительный заряд канонерки. Я надеюсь, вы уже под дымом, ну, за те 2 года, что я веду свой канал, ну, научились проводить солдатиков. И каких-то проблем, каких-то трудностей у вас точно не возникнет. Дальше с помощью того же заряда канонерки я сношу дополнительную еще ракетную установку, вот эту дальнюю. Ракетную установку, шоковую установку и шоковый генератор я буду все это дело шокать. То есть, получается, в один шок там, ну, настоящее здание так будет прилетать. Вот этот шоковый генератор, который один здесь стоит и который вот сейчас начинает палить по моим солдатиков, его надо обязательно снести, чтобы когда я пойду следующий раз со второй атаки, у меня он не мешался. То есть, он реально, чтобы ничего не трогал. Соответственно, я просто целенаправленно в него отправляю всех солдатиков. Здесь снайперки максимально, пушки бум максимально, шоковый генератор, пушки обычные. Все сносят солдатиков практически за один выстрел. То есть, долго здесь по развлекации у вас точно не получится. Сразу идти в штаб я тоже не рискнул, но я просто просчитал, что, в принципе, мне не хватит демеджа моими солдатиками за счет того, что статуи, ну, так себе, скажем так, на этом аккаунте, мне не хватит демеджа, чтобы просто тупо пробить этот штаб. Поэтому я решил просто за две атаки сделать аккуратные, ровные, четкие атаки, чтобы все зачистить и, соответственно, со следующей атаки просто тупо добить. Добить эту базу. Вот теперь, вот видите, наверное, примерно кружок обрисовался. Шоковая установка, шоковый генератор, ракетная установка, плюс мортира, плюс снайперка, плюс пушка. Все это дело будет попадать буквально в один шок. Больше у меня не надо, собственно говоря. Я сношу последнюю пушку бум, которая была там максимально покоцана. И теперь точно так же. Все по накатанной схеме. Доктор Каван. Потом способность его. Потом под дымом через фитиль на самый верх, чтобы солдатики зашли именно за базу. Потому что именно с правой стороны у меня полностью абсолютно все расчищено. Здесь я такой, типа, блин, у меня столько заряда канонерки. Че бы сделать? Че бы сделать? Как бы еще помучить эту базу? И я такой, типа, ладно, блин, снесу. Снесу эту ракетную установку, чтобы мои солдатики смогли еще наверху поразвлекаться. То есть, первоначально, когда я начинал атачить, я думал, что буду все это делать шокать. А потом такой, блин, а зачем? Зачем? Я проще снесу эту ракетную установку. Да пойду наверх, да аккуратненько все почищу. Да набью все заряды канонерки на два шока. То есть, я высчитал, чтобы мне один шок бросить, это 7. Плюс, чтобы следующий еще 12. То есть, 19 заряды канонерки надо, чтобы бросить два шока, пока мои солдатики будут выносить именно главный штаб. Плюс, мне надо один фитиль, чтобы сгруппировать их возле штаба. То есть, 19 плюс 4 это 23 заряда. Ну, то есть, я набиваю здесь 25, набиваю еще чуть больше 28. Перебрасываю этот фитиль, вот чтобы они сгруппировались именно там, где мне надо и начали бить именно сам штаб. И бросаю свой долгожданный шок, который я и первоначально планировал, куда я буду бросать. Вот, собственно, таким образом, вот, собственно, таким легким образом, без потерь, без потери одной базуки или какого-либо другого юнита, я прохожу абсолютно все 7 стадий имитации. Если вам данный видос понравился, если вы подчеркнули для себя что-то новое, просто имитация это то место, где можно набить огромнейшее количество ресурсов и за маленькое количество времени, плюс за маленькое количество потерь ваших юнитов. И вот, доктор Каван вам в этом может помочь. Короче, если вам видос понравился, то, конечно же, жмите лайк данному видео, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Варт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok